Большое спасибо всем, что пришли, кстати, потому что я понимаю, что доклад такой пограничный, скажем так. Ну вот сейчас Сергей пригонит всех. И мы начнем. А на сколько докладов есть вообще? Ну вот, собственно, тематика, как она есть. То есть, смотрите, идея примерно такая, что конверсия, она подразумевает разбор неких нюансов, которые есть в одном языке и обсуждение того, как они проецируются в другой язык. Поэтому просто иллюстрация некой задачки. Знаете, у нас вот сейчас, если скачать какой-нибудь Visual D, допустим, там обязательно приложен конвертер из C++ в D, чтобы людей переносить на новый язык. И мне кажется, что нужно вот обратные вещи делать, потому что, да, был вот этот период стагнации, когда плюсы были так, не особо развивались. Но сейчас как раз у нас есть уже поколение, воспитанное на чисто C-Sharp и Java, которые, ну, они не понимают, что там происходит, что там есть какие-то адреса памяти и все такое, потому что от этого можно полностью абстрагироваться и даже не думать на эту тему. И поэтому сейчас, возможно, в связи с развитием языка имеет смысл делать вот обратный прыжок. То есть прыжок из вот этих языков, на которые все прыгнули ради производительности, в смысле производительность имеется в виду не скорость исполнения, а производительность и по печатанию, и вернуться назад. Так. А вот сейчас расскажу. Сейчас все будет очень… Давайте я, пожалуй, начну. Тут люди приходят и будут приходить, но тем не менее, чтобы никого не задерживать. Сначала немножко насчет терминологии, которую я буду использовать. Она, может, немного нечестная, потому что я здесь написал про конверсию управляемого в как бы неуправляемый. Это имеет такие не очень позитивные коннотации в том смысле, что вот когда называешь что-то неуправляемым, может показаться, что это плохо. Но здесь я имею в виду в основном, конечно, управление сборкой мусора, ну то есть присутствие или отсутствие сборки мусора. Понял, что лучше не двигаться. Но также другие вещи, которые просто как-то более продуманно сделаны в там C-Sharp и Java, например, поддержка Unicode. Ну, опять же, терминология очень абстрактная. И под неуправляемыми языками я подразумеваю что-то, где вы как бы торгуетесь с контролем и безопасностью, то есть какую-то безопасность отдаете, но получаете больше контроля, глубже подходите к железу. Это не обязательно плюсы, это может быть вообще языки для аппаратного программирования, а не программного. И, в общем-то, идея, я думаю, понятна. То есть поскольку у нас в каком-то смысле C-Sharp и Java являются, ну не сказать, что там четкими подможествами, но сильно схожими с C++, мы, я думаю, что это породило свою небольшую индустрию, которая занималась вот конверсией. То есть такая идея, что C++ это legacy, и нам нужно срочно мигрировать. И более того, вот если посмотреть, например, не на Java, а на .NET, допустим, то там все еще интереснее, потому что Microsoft взяла чистый, хороший C++, и как Microsoft попыталась сделать с Java, она надстроила на верхнего еще вот такие горки всего. Как бы с Java она тоже в свое время пыталась это делать, была такая штука Visual J++, где как раз была Java, но уже появились некие концепции, которые вот Microsoft любила, там делегаты, например, по-моему, появились, и там ничего не получилось, потому что там Sun очень сильно так это юридически придавило все это. А .NET, поскольку Microsoft сам и контролирует, у нас теперь есть несколько разных версий плюсов. То есть помимо обычных плюсов есть несколько поколений управляемых плюсов, которые как раз делали для того, чтобы люди уходили с плюсов, но уходили не моментально вот так, типа мы все перепишем, а уходили плавно, типа вот напишите прослойку, которая с одной стороны как-то умеет говорить с плюсами, я не буду делать вид, что она хорошо это делает, и с другой стороны она как бы вывешивает .NET наружу. Ну да ладно, вопрос в том, зачем все это надо, потому что у многих, наверное, вот если вы пишете только на плюсах, у вас, наверное, некий скепсис по этому поводу. На самом деле причин достаточно много, как ни странно, и первая причина, это, естественно, производительность, с которой все борются на… Ну, типичная ситуация, это то, что люди, занимающиеся, не знаю, высокочастотной торговлей, считают, что вот .NET это так прекрасно, мы все напишем на .NET, а потом они понимают, что когда сборщик мусора собирает свой мусор, он тормозит все потоки, что в случае, если у вас действительно time-critical какие-то вещи… И, естественно, да, это все и Microsoft улучшает, это и люди сами там как-то ГЦ переписывают, то есть сейчас это уже так сложнее в этом упрекать. Но, помимо этого, доступа к непосредственно железу все равно нет. Вот одна из достаточно популярных таких вещей, которая была на просторах интернета, это LMAX Disruptor, может кто-то слышал, это Java-технология, которую сделали London Mount Yasset Exchange, это фактически биржа. То есть они сводят сделки, и для сведения сделок они использовали Java, они не использовали плюсы, и им для того, чтобы получить некую синергию, то, что называют mechanical sympathy, им приходилось очень аккуратно, например, выравнивать данные, чтобы в Java вообще вот там нельзя какой-нибудь там деклспекалайн куда-нибудь воткнуть, там приходится реально вставлять просто пустые поля для того, чтобы они с процессорными кэшами лучше работали. И это очень похвально с их стороны, но на стороне как бы плюсов у нас все лучше, потому что можно писать все вплоть до inline-ового ассемблера. И, соответственно, вот если хочется использовать SIM, допустим, то на управляемых языках мы как бы надеемся на то, что JIT-компилятор после того, как мы наше промежуточное представление получили, мы надеемся на то, что JIT-компилятор, он за нас всю эту работу сделает. То есть если я написал цикл for, где происходят какие-то математические вычисления, то все это мне векторизуется за бесплатно. Ну, естественно, что это идиллия. Если вы сейчас пойдете в магазин, онлайн-магазин, и купите математическую библиотечку для .NET, допустим, вы увидите, что это просто обертка. Это просто обертка поверх плюсовой, оптимизированной по всем канонам библиотеки, которой просто потом вот сгенерировали интерфейс .NET. Ну, и на самом деле, вот мой опыт, что производительность, имеется в виду быстродействие, оно даже не на уровне, не на низком уровне заметно, оно заметно на уровне, например, тех же коллекций многопоточностей, которые, казалось бы, должны быть, ну, плюс-минус идентичны, во-первых, а во-вторых, оптимизированы уже, да не могу. И тем не менее, вот если взять один и тот же код, без каких-либо оптимизаций, написать plane умножение матриц на C-шарпе и на плюсах, это будет раз в 10. И тут, понятно, можно кидать гнилые яйца, так говорить, что вот тут там оптимизации каких-то не хватает, что в .NET нужно там отключить какие-нибудь проверки, все засунуть в one-save, начать пользоваться указателями, но это убивает саму идею того, что управляем языке это вот написал, произошла какая-то магия, какой-то черный ящик сработал, и все работает. Это один аргумент. Второй аргумент это то, что по идее C-шарп и Java, они после того, как вы все это скомпилировали, отреверсить это и получить исходники достаточно просто. И да, у нас есть отдельная индустрия, которая занимается опускацией, но печаль в том, что много из коммерческих, таких дорогих, серьезных опускаторов, они уже взломаны. То есть люди уже поняли, как их вот отреверсить. Даже если у вас там все в какие-нибудь китайские символы превратилось и перемешалось как угодно, многие из них не работают. И, соответственно, встречаются, вот у меня непосредственно коллега сейчас работает над большим заказом, где он переписывает C-шарпную большую систему на C++, именно потому что у заказчика паранойя. Заказчика паранойя, что его .NET-ный код возьмут. Естественно, да, вы можете, вот возьмем какую-нибудь проверку серийных ключей и так далее. Никто не делает это на .NET, даже если у вас .NET-система, то если вы действительно хотите, чтобы вот все это было как-то плюс-минус защищено, я говорю плюс-минус, потому что дисассемблером-то все равно можно залезть. И люди, у которых время не вагон, они это и сделают. Но в основном такие вещи действительно делают на плюсах, и, соответственно, вот хороший способ защитить вообще все, просто взять и сконвертировать. Еще одна проблема в том, что, в принципе, есть всякие аппаратные технологии. Я вот на одном из докладов здесь как раз рассказывал про то, что есть аппаратный стек, который мы, возможно, слишком мало используем. И этот стек в ИАХ в основном как вот первый язык, который поддерживается, он поддерживает C или C++. Это касается GPU, которые вот достаточно распространены. То есть я думаю, на большинстве ноутбуков какое-то GPU ускорение можно получить. Не скажу, что оно везде супер, но тем не менее, вот я тут на одну из встреч жаловался, что коммерческий софт, который производят разные компании, он в основном не амортизирует вещи вроде куда, потому что непонятно, есть ли он у людей или нет. Ну или более сложные решения. Вот, например, Intel Xeon Phi, такая интересная конструкция, фактически это компьютер, вводнутый в компьютер. То есть это 60 ядер на такой большой жирной PCI-доске, которые вставляются, и там можно либо часть своих задач отгружать на эту штуку, либо можно использовать ее полностью независимо. И, соответственно, вот Xeon Phi, например, он программируется с помощью интелевского C++, и ничего не поделать с этим. То есть пока никаких дотнетов и прочих там нет. И последняя вещь, которая должна кого-то, возможно, удивить, это портативность. Потому что, ну, взяла все понятно, там как бы с этим прекрасно, но если, ну, например, сейчас все еще сложно сказать, что дотнет портативен, несмотря на то, что, казалось бы, вот Microsoft выкатила очень много своего в open source, то есть сейчас, да, сейчас ситуация меняется, мы сейчас сами смотрим, затаив дыхание за тем, что же будет следующее, какую дельту всего дотнета сделают с поддержкой других операционок. Но, тем не менее, если писать плюсы аккуратно и если не использовать ничего платформно-специфичного, то вполне реально получать, ну, естественно, это не бинарная портативность, то есть перекомпилировать все равно придется, но это не так болезненно, потому что один раз вы continuous integration сервер настроили, чтобы он вам там на OSX строил, OSX-овскую сборку и так далее. И вообще, если я вот покупаю какую-то тузу, которая написана на плюсах, то мне, например, не возникает особых проблем там выбрать мою операционку и выбрать еще битность, допустим. То есть это не гигантская проблема. Поэтому, опять же, портативность, особенно для .NET мира, она тоже актуальна. Ну и, как я уже говорил, поскольку внезапно язык снова начал развиваться, то у многих просто появилось чувство, я не знаю, ностальгии что ли. Вот я много езжу, работаю на будках разных, иногда на .NET конференциях приходят люди, которые видят, что вот C++ развивается, что люди делают IDE и так далее, и у них появляется ностальгия, желание снова что-то делать на плюсах. Ну и, собственно, у меня как раз, моя мотивация тоже такая была, потому что я 10 лет провел в .NET, и, в принципе, с одной стороны, я доволен .NET, с другой стороны, вот доклад про как раз переход. Соответственно, вопрос, я здесь буду иллюстрировать конверсию именно из C-Sharp, и процесс, на самом деле, собственно, этой конверсии, он достаточно очевиден, потому что нужно взять исходники, которые у вас есть. То есть, давайте я расскажу, в чем идея изначальная. Идея, конечно, в том, что у вас уже есть некий… либо у вас есть некий просто C-Sharp-кодовая база, допустим, либо у вас есть скиллы C-Sharp-ные. То есть, вы умеете писать C-Sharp, но в плюсах мало что понимаете, и тогда хочется как-то все вот это перекинуть на какую-то платформу, на плюсы. Соответственно, нам нужно уже на стороне тулы, которые это делают, нам нужно вычитать все исходники, построить соответствующее синтактическое дерево, понять, какие символы вообще на что ссылаются, в том смысле, что в отличие от плюсов у нас же типы могут просто рядом в разных файликах быть, никаких инклюдов толком не нужно делать. Ну и потом мы получаем это гигантское дерево, мы должны по нему пройтись и все это представить в другом языке, например, C++. Естественно, что идеальной трансляции и намеков на нее быть и не может, потому что ну просто очень много различий в системе. Поэтому у меня как раз доклад про то, про некоторые такие более прямолинейные из этих различий и что можно, какие вообще нюансы можно словить. Ну первая проблема это то, что нужно банальный языковой синтаксис, перевести с должным как бы, с должным качеством, то в том смысле, что есть просто языковые конструкции вроде событий, которых в плюсах нет вообще. И соответственно, вот все эти дырочки нужно аккуратно заполнять так, чтобы это как-то работало. Что касается float и double, то тут все так более-менее нормально, но помимо этого есть всякие другие расширенные типы, там dotnet есть, например, systemdecible, и тут уже нужны внешние библиотеки, потому что это уже функционал, который вот как бы он не включен нигде. И это, собственно, один из ключевых вопросов всегда, когда вы делаете какую-то конверсию, это какие вы берете dependencies, дописываете ли вы какой-то дополнительный код. Ну и да, естественно, еще одна проблема это с инициализацией. То есть dotnet дает нам некие гарантии того, что вот у тебя есть поле типа int, оно будет ноль изначально, а плюсы таких гарантий не дают, и непонятно, что там будет. А может быть мусор, если запустить через дебаггер, он может там c-ц-ц-ц-ц везде записать. То есть это тоже следует учитывать. Строки. Но строки это еще более болезненная вещь, потому что C-Sharp и Java, они так хорошо влезли в Unicode, который в C++ делать сложнее. И, соответственно, у меня тут небольшое преступление в том смысле, что если брать вот так всю планету и смотреть, какой части приложений вообще это нужно, то мне by default кажется относительно безопасной возможность просто, если есть строка в C-Sharp, это делать string, но можно более безопасный способ делать там wstring. Но с этим тоже, как вы понимаете, много нюансов, которые я, к сожалению, не знаю, отчасти потому, что я не эксперт в Unicode. Я просто пытаюсь… Есть проблема, например, совсем недавно столкнулся с C++, практически невозможно взять русское слово и сделать из него апперкейс. Для этого нужно качать 15 мегабайт на грабит, там, для поддержки 5.8. И вот все эти штуки не морально. Ну да. Ну да. То есть фактически на текущий момент вот есть некоторые нюансы вроде этого, у которых у меня решений вообще нет. И еще одна проблема то, что STL-овский string, он, ну как, он value type, то есть ему не задать null. А в каком .NET строки можно задать null. И, соответственно, вопрос, если у вас есть строка в .NET и у вас есть проверка на null этой строки, как вы это перенесете в C++? И тут, естественно, тоже мы как бы срезаем углы, что называется, потому что можно, конечно, это обернуть или начать использовать там обычные строки типа указатель или обернуть это в какой-нибудь там option of string, у которого можно там проверять, есть значение, нет значения. Но это дорого и нудно, и проще применить такую конвенцию, что вот строка пустая. И на самом деле у нас в .NET в последних версиях появился новый метод строка.isNullOrEmpty. Видно, много людей проверяют и на null, и на empty сразу, поэтому тут я тоже как бы делаю небольшой дефолт по моим обязательствам переводить все четко. Ну и последняя проблема, что, естественно, если у вас Unicode в сорцах, то есть если вы делаете, знаете, как мода, например, кто-то делает бинарное дерево, и он японский символ дерева, и вот всякие такие вещи. И потом пишет var деревья равно new дерево японскими символами. Вот это все не сработает, и опять же, мы не то чтобы будем в эту библиотеку подгружать какой-то транслитератор, который будет делать рефакторинг. Что если мы увидим kanji, который символизирует лес, то мы напишем forest. Вот это за пределами понимания. Хотя у меня есть другие тоже тулы для кода генерации, которые делают это с греческими идентификаторами, например. То есть у меня есть такая штука, которая дает взять формулу из варда, скопировать, и создается код сразу. И этот код, он может действительно, если альфа написана, то он ее как альфа и напишет. Так что Unicode в идентификаторах тоже работать не будет, но имея строки и цифры, уже мы можем плюс-минус сделать отражение, то есть сделать класс, который делает что-то. А тут никто ничего странного не замечает? Так, да. Хорошо, помимо этого. Конструктор как раз нужен, потому что, увы и ах, инициализация интов. То есть мы же с C-Sharp копируем. Давайте я перекинусь в… Где оно тут открыто? Попробую все это сделать вживую. То есть идея такая, что есть, естественно, система, которая может всосать целый там solution и его перелопатить, но помимо этого есть вот такой notepad, который сделан как раз для демонстрации. Вот. Соответственно, что оно там было? string name и int age. Вот. Теперь понятно, зачем конструктор нужен? Ну вот. С шаблонами? Шаблоны тут еще не реализованы, поэтому терпение. Это, видите, тут очень четко написано. Конструктор появился, потому что у нас в управляемых языках есть дефолтные значения, и тут, к сожалению, их нужно прописывать. И эта проблема, она на самом деле много где фигурирует вот в этих конверсиях. Давайте следующая конструкция. То есть есть, опять же, вот есть конструкция языка вроде полей, которые нормально мэпятся с одного языка на другой. Есть конструкции, с которыми не очень понятно, что делать. Вот, например, свойства. То есть свойства в .NET для тех, кто не знаком, это такие, ну как, это поле и одновременно определение getter и setter для этого поля. Но оно вот так вот не очень обычно выглядит. И еще помимо этого можно само поле прятать тотально. То есть вы можете фактически вот получить, вот где у нас написано get и set, это на самом деле методы или функции get underscore each и set underscore each. То есть это синтактический сахар. И, соответственно, проблема в том, как вот такой синтактический сахар тоже проецировать. Вот. То есть property – это фактически поле плюс getter плюс setter. Оно может быть… У него, например, может быть setter и не быть вообще, только getter. То есть оно только для чтения может быть. Еще может быть вот автоматически, как внизу показано. Но автоматические поля, они очень мало плюшек с одной стороны дают плюсам. С другой стороны следует понимать, что свойства, поскольку в них вот эти getter и setter – это на самом деле функции, эти функции могут быть в каком-то интерфейсе. Вот. Интерфейс – это, ну вот, аналог класса с pure virtual методом. И, соответственно, что у нас может быть? У нас, например, вот если это класс person, то может быть какой-нибудь iReadOnlyPerson, у которого в интерфейсе прописан только get и не прописан set. И с этим тоже нужно как-то жить, потому что это вот центральная конструкция C-Sharp. Помимо этого есть еще inline-инициализация. То есть после вот этого public.intech.getset можно еще написать равно 25, допустим. И у нас есть два варианта. Как бы один вариант, типа мы сдаемся и просто делаем getter и setter для всего, что очень безопасно, правильно, но очень скучно. И второй вариант – это отойти от стандартного C++. Кто терпеть не может идеи использования нестандартного C++? Ну, вас меньше половины. Поэтому я продолжу. В общем, Diagos Spec Property я люблю, потому что с одной стороны DAO, они стандартные, с другой стороны, по-моему, почти все компиляторы, Intel и MSVC точные, а насчет других так. GCC, по-моему, тоже. Я их не знаю, но идея такая, что это вот эта концепция property, которая была втащена в плюсы. Причем, по-моему, она была втащена до .NET. То есть ей, по-моему, очень много лет. Идея такая, что у вас есть нечто, что выглядит как свойство. Вот где тут? То есть вот это похоже на поле, но на самом деле это свойство. То есть когда вы присваиваете вот этой штуке, вы вызываете, соответственно, put. Когда вы получаете что-то, вы вызываете get. И, к сожалению, вот этот конструкт, он не так хорош с точки зрения инкапсуляции и попытки спрятать вот этот h с маленькой буквы, который будет действительно где-то там выше, как fill. Но, тем не менее, это некое, опять же, вот если хочется более как-то сказать корректно спроецировать конструкт, то это можно сделать. И за счет этого можно очень много чего делать, когда проецируем .NET. Я это покажу, потому что в динамике еще есть такая штука, как событие. Событие — это фактически возможность подписки на какие-то уведомления. Вот в плюсах используется другая терминология вообще, используется понятие там сигналы, слоты и так далее. Все вот это называется событиями. Они много где используются. Они используются, например, если у вас есть формочка, на ней кнопочка, и кто-то на нее кликает. Вот это порождает событие, и на это событие можно подписаться, чтобы что-то делать, когда на формочку кликнули. Ну и есть обратная связь. То есть у вас вот мы говорили про свойства, в смысле properties. И эти свойства могут уведомлять кого-то о том, что они поменялись. И в принципе вот эту же конструкцию можно отреплицировать на C++, потому что с одной стороны да, их нет, с другой стороны есть boost signals. И да, это значит, что мы внезапно в нашем конвертере взяли dependency не только на STL, но еще и на boost. Ну что поделать? Я думаю, что от этого мы бы никогда и не убежали. Единственное, что проанализировать то, как это выглядит, достаточно проблематично, потому что подписка на событие делается оператором плюс-равно, есть еще отписка через минус-равно. То есть это сложно идентифицировать, но конечный результат такой, что вот один из популярных интерфейсов dotnet-овских iNotifyPropertyChange, его можно транслировать на C++. И, соответственно, мы получим просто некий класс, от которого можно наследоваться, у которого есть, ну, в терминах dotnet-а есть событие. То есть есть сигнал, который он, когда его вызывают, он посылает указатель на себя. То есть он говорит, что вот этот объект изменился. И он строкой пересылает то свойство, которое изменилось. А теперь можно, собственно, написать, использовать вот эту парадигму вместе с deco-spec-property для того, чтобы информировать о том, что возраст поменялся. То есть вот у нас есть поле возраст, у нас есть deco-spec-property, который говорит, что мы к этому полю припишем getter, getter и, ну, вот тут используется put вместо set, кстати, под названием age с большой буквы, и потом этот age с большой буквы будет дергать. Значит, в случае, если кто-то хочет получить age, никаких проблем нет. Просто возвращается поле. А в случае, если кто-то хочется присвоить, то тут уже вот по всем канонам. Сначала мы проверяем, что значение действительно изменилось. Потом, на самом деле, должна быть вот эта строчка, что мы присваиваем значение. И потом мы уведомляем всех, кто подписан на эти изменения, о том, что что-то тут поменялось. Тут, конечно, есть небольшой нюанс. То, что, ну, точно так же, как и в .NET, свойство, имя свойство передается как строка, и это не очень хорошо. И, в принципе, да, я знаю, тут можно какой-нибудь макрос написать, но в .NET та же проблема, на самом деле. Там только пятой версии C-Sharp и специально сделали фичу, которая отошла от вот такой передачи строк. Но в целом это вот иллюстрация, хорошая иллюстрация того, как не то, что прям кусочек языка, а целая парадигма транслируется на C++ без каких-либо гигантских проблем. Ну и за исключением того, что мы boost втащили. Но все-таки самая большая проблема — это проблема, собственно, с ссылками на объекты, потому что мы делаем такой доменный прыжок из области, которая собирает мусор, то есть из области, где можно нью вызывать спокойно, до области, где как бы вызвав нью, ты несешь некую ответственность. Вот. Поэтому решение тут достаточно, ну, оно не слишком простое, но дефолтное поведение — это хранить, сохранить все как shared.ptr, то есть каждый раз, когда вы видите нью в C-Sharp, вы пишете make shared. Уверен, что есть сценарии, когда это не сработает. К сожалению, вот детектировать use cases для make unique, их может, возможно, но достаточно сложно. Ну, в том смысле, что да, у меня может быть какой-то класс фабрика, которая создает объекты, ты ему там скармливаешь что-то, и он тебе выбрасывает объект и как бы не оставляет себе на него ссылку. Ну, окей, тогда можно. Но для этого нужен глубокий анализ кода, а мне лень, и к тому же это версия 001, так что… А вот можно, вот, мне кажется, что это, ну, в C-Sharp, наверное, чуть-чуть по типоте можно сильно на шаре C-Sharp заменить. Мне вот кажется, что большей проблемой, что иногда шары C-Sharp должны быть в C-Sharp. Это обычный ссылок. Именно. Именно так. Да. То есть это еще, вот мы хотели не заниматься глубоким анализом для того, чтобы и из-за этого забить на make unique, но реально, если у нас есть parent и child, они ссылаются друг на друга, то в .NET это нормальные явления. Вот, у них просто ссылки друг на друга. А тут, да, тут непонятно, кто будет wick.ptr. Тут непонятно. Вот есть несколько объектов, да, какому из них присвоить. То есть это, опять же, иллюстрация неопределенности, которую мы вносим этой конверсии, потому что либо программа выберет там random, кто последний, тот и слабая ссылка, либо нужно какое-то окошко показывать, что типа, а, давайте вы мне подскажете. Но так или иначе, дефолтное поведение — это shared.ptr, то есть если я, допустим, если у меня есть адрес, ну пусть будет вот так, пустой, и я хочу вот здесь add, то он будет вот так вот. Ну и, соответственно, если мы там, допустим, ну давайте пробуем в конструктор его запихать, то есть у нас есть конструктор, который берет адрес, ну тут вот так вот, и addr равно z, то мы видим, что здесь он будет чем? e, d, d, shared.ptr.reference. const.reference. Вот именно так. Вот. Пока никаких более гениальных идей у меня нет, если кто-то может подсказать, как все это еще. Но тут проблема в том, что мы не можем взять и начать использовать там указатели или обычные референсы по вполне понятным причинам, то, что в управляемых языках, создав ссылку на объект, ее можно кидать куда угодно, передавать, забывать о ней, и в целом просто положиться на то, что garbage collector все сделает. А тут нужен очень такой тонкий контроль. Поэтому я думаю, что даже вот такой подход, он не идеально разруливает нашу проблему ссылок, но он, по крайней мере, делает ее как-то плюс-минус менеджем. Соответственно, следующая проблема то, что в C++ ссылки одних объектов определенных в одних файлах на другие, они физически, они требуют инклюды. И это на самом деле очень проблема большого количества инклюдов и как их правильно упорядочить. Это очень интересная проблема, с которой мы в том числе сталкиваемся и в контексте создания IDE, и поддержки плюсов Visual Studio и так далее. Потому что фактически, ну, use case примерно такой. Представьте, у вас управляемое приложение, где вагон и маленькая тележка объектов, и все постоянно друг друга используют. Вы автоматически взяли и перекинули это в такую гигантскую стопку h-файлов и cpp-файлов, и после этого пытаетесь, значит, сделать так, чтобы в каждом cpp-файле были заинклюжены нужные типы. И у вас все разрастается до гигантских масштабов. Соответственно, у меня вот такая голубая мечта, то, что в IDE, например, можно было взять несколько заголовков и сказать, сделай мне из них один мега-заголовок. Ну, и это звучит хорошо, просто берем название каждого файла и пишем h-include этот файл, h-include этот файл. Ничего работать не будет, потому что у этих вложенных типов, если они зависят друг от друга, должна быть упорядоченность. То есть, как минимум, мы должны делать топологическую сортировку и смотреть, что вот сначала мы вставляем тех, которые ни от кого не зависят, потом тех, которые от первого зависят, и так далее, и так далее. И даже это может не сработать. И даже в этом случае у нас могут быть взаимные зависимости, и в этом случае, увы и ах, нам придется использовать… Что нам придется использовать? Фровод декларации, правильно. Да, поэтому это такая rocket science задачка, но тем не менее на то у нас автоматизация и существует, чтобы всем этим заниматься. Ну, как вы понимаете, вот гигантская дельта этой задачи – это в абсолютно не автоматическом режиме транслировать типы, то есть пытаться найти соответствие. И в некоторых случаях это просто, потому что, ну, мы знаем, что они эквиваленты, но в некоторых случаях, допустим, эквивалента нет. И что делать? Вот как у нас, как с событиями, у нас не было просто эквивалента, который можно было заюзать. Здесь можно либо брать какую-то зависимость, как вариант, либо писать эту зависимость самому. То есть вот туа, которая генерит ваш свежесозданный C++ код, она еще может докладывать фактически какие-то файлы, которые занимаются как раз тем, что они вот залатывают эти дыры. Но тем не менее, вот если копнуть не на уровне самих типов, а на уровне того, какие они функции вызывают, то тут появляется просто бесконечное количество проблем, потому что, ну, строго говоря, вот мы пишем, что лист эквивалентен вектор. Но на самом деле нет, потому что если t – это reference type, то у нас должен быть лист shared ptr of t, а не просто t. В то время как в, то есть вектор shared ptr of t, потому что в .NET с этим никаких проблем нет. Я хотел сказать, что и в Java тоже, но потом вспомнил про type erasure и прочее зло, и понял, что там вообще черт ногу сломит. Но я, слава богу, пока за Java не взялся. И, соответственно, есть дополнительный набор проблем, связанный с тем, что мы привыкли напрямую работать с value reference типами более-менее эквивалентно в других системах. То есть фактически вот в .NET я могу, например, написать inti равно 3, а потом object a равно i. То есть я могу сделать боксинг и превратить, казалось бы, число в объект. И потом его, как бы, поведение поменяется. И вот такие конструкции, их мэпить на, опять же, Simplusus очень проблематично. Я вот на самом деле, мне самому интересно, насколько я хорошо это делаю, поэтому мы сейчас что-нибудь попробуем. Я тебя тут отмотаю влево. Значит, это у нас пространство имен. Collections, Generic Tens. Так, оно только должно, это, пропасть рано или поздно. Я надеюсь, что я тут не, конечно, странно. Сейчас, давайте я еще какой-нибудь namespace тут добавлю. Нет, давайте cvp.rush. Вот. Тут должен быть валидный Psysharp наверху. Вот. Так, и теперь, значит, если я пишу using какой-нибудь, он у меня должен пропадать, потому что… Это, кстати, еще один нюанс, что слева я использую какой-то namespace, но если это стандартный namespace, например, в System, то он, как видите, пропадает. А если так, то он где-то там using namespace, что-то там. И еще один namespace мне нужен. И теперь мы попробуем иметь, ну, не знаю, не имя, а список имен. Так, names. Вот. И в данном случае нам, мы создаем вектор std string. Это вроде как более-менее нормально. Но если мы хотим адрес, допустим, то у нас появляется лист share ptr адресов. И, соответственно, если мы какой-то код манипулируем этим, то есть добавляем, например, элемент, то мы должны вызывать там соответствующие… А, да, и, кстати, хотел подчеркнуть, что вот move-семантика и прочая всякая магия, которая нам доступна из плюсов в коде, она здесь при такой трансляции тоже потребует какого-то глубокого анализа, к сожалению. То есть мы by default ее использовать не можем, потому что у нас нет оправы знания о том, что это правильно, о том, что можно объект перекинуть куда-то, и здесь он больше не нужен. Нужно пройтись как минимум текущей скобой, понять, что это действительно так. И это тоже дорогая и сложная задача. Так. Соответственно, у меня то, как у меня вот там в консольке все это реализовано, у меня реализовано двумя конвертерами, то есть один конвертер, он просто делает заголовочные файлы, и это как бы легко и просто, и другой конвертер, который как раз ходит по коду и уже пытается там какие-то подстановки сделать. Я рассматривал варианты с деланием вообще всего и вся inline, но, к сожалению, бывают ситуации, когда в принципе inline code не написать, то есть не написать полностью header-only решение. Возможно, я плохо знаю плюсы, но такие ситуации бывают, и, соответственно, by default я генерирую и h, и cpp для вообще всего, что есть. Соответственно, демка, я вот этот ноутпад куда-нибудь выложу на, не знаю, могу даже на сайт конфы добавить, она просто иллюстрирует то, как все это происходит в реал-тайме, как происходит инициализация и так далее. Вот, например, сейчас у меня есть какой-то кастомный конструктор, который я создал, и видите, в этом конструкторе тоже прописана инициализация. Естественно, такие вещи, ну, они не сильно радуют, потому что это делается как бы в угоду абсолютной корректности, то есть мы хотим, чтобы поведение было идентично, но я могу представить себе ситуацию, где у меня есть классы, где, я не знаю, там 20 разных int, какая-то там сложная модель, и будет такая простыня инициализации. С этим, увы, ничего не поделать. Вот, помимо того, что я показал тут, работает не так много, ну, вы посмотрите, когда демка будет, когда я его выложу, в смысле. И, ну, есть вещи, которые, да, есть вещи, которые они как бы nice to have, в том смысле, что, например, naming convention, то есть стиль именования переменных, он разный, и хотелось бы как-то перепрыгнуть к такому более плюсовому, ну, там, с подчеркиваниями и так далее. Ну, это уже, опять же, экстра. Опять же, честная поддержка Unicode, это задача, я думаю, которая, ну, если не разрешима, то она займет какое-то запредельное количество усилий. Ну, и вещи вроде какой-то автоматического отражения API. То есть вот у меня в голове такие сценарии как раз вертятся, что если мы представим ситуацию, что у нас, допустим, у нас есть dotnet-овый список слева и вектор справа, представим, что у этого, у обоих списков есть однородный вывод элементов, которые можно сравнивать. Например, если список стрингов слева, стрингов справа, мы выводим список строчек, там, через запятую слева, через запятую справа, их можно сравнивать. А теперь представим, что мы пишем такую Монте-Карло симуляцию, где мы берем каждый из элементов API, допустим, из элементов API-листа, мы вызываем это с какими-нибудь мусорными данными и дальше вызываем правую сторону, то есть вызываем плюсовую сторону, пока мы не получили то же самое. И за счет этого попытаться вот массово на масштабе библиотек получить отражение одного-другого, которое вот не требует таких умственных усилий, потому что, естественно, что и типов сотни, и функций в них сотни, и все это такая очень тяжелая задача. Вот. За этим у меня все. Если есть вопросы, задавайте. Ну и… Да. Ну, первое замечание по нолификации. Можно было просто тупо взять и добавить в класс, в котором дефолтный консультант будет обеспечить нолификацию. Стоп-стоп-стоп. Нолификацию. Ну, целочисленных данных. То есть не напрямую консультант 3.2d, а вот слой класс, который обеспечивает вот эту передачу. Ну, окей. Допустим. Хочу посмотреть, как гетересетеры генерируются, и есть ли там тот же баг, который был назван. А гетересетеры пока еще никак не генерируются. Поэтому я их не показал, иначе бы я тут это… было сделано с такими проблемами. Ну, за арти-конвершн, не знаю, имел ли ты… Горн-Нейтир, когда Кирпсапи из Майклестра пытался запустить через активность по дополнению библиотек C++. И, в принципе, вот в C++17, вот примерно эквалентная корзина, вот большая библиотека C-шак, и такая же будет большая библиотека C++, и, конечно, можно будет уже сделать из этих приключений, потому что стематические квалифты их достигнуты. Но сейчас пока конец. Ну, это прекрасно, и это очень сильно облегчит задачу. Естественно, остается задача того, что все, что мы сами написали, должно быть сконверчено. Вот это как бы нюанс, потому что… Ну, можно вот в качестве примера GUID-ы, глобальные уникальные идентификаторы. У них есть один API в C-шарпе, допустим, и нет никакого API в плюсах, потому что это не портативная вещь. Это вещь, которая только Windows, насколько я понимаю. Ну, может, там для Unix и сделали, но, насколько я помню, это Windows API. И, соответственно, вот там как-то прямого перехода и вообще прямого перехода на конструкты, которые вообще не OOP. То есть, например, вот там, опять же, если мы что-то используем, платформы специфичные из .NET, они… их делать на порядок сложнее, потому что там не то, что вот объектная модель такая, там здесь у нас add, здесь у нас там emplace или pushback, и мы просто делаем трансляцию, а там все вот намного болезненнее. Поэтому задача бесконечная, но на каком-то базовом бытовом уровне уже можно писать на плюсах, даже если вы не знаете плюсы. Но я уверен, что к этой аудитории это неприменимо. Вопрос такой, а как нам быть с рефлекшеном и, в общем-то, обобщив этот вопрос, поддержка runtime для шарпа, она явно намного больше, чем runtime поддержка для SPS+. С рефлекшеном практически никак, потому что нет никакого решения. То есть плюсы нам дают какой-то RTTI очень слабенький, но в целом в этом плане ничего не сделать. Единственная боль, которая должна ощущаться, это атрибуты, это то, что мы можем фактически, ну, в Дотнете можем навешивать метаданные прямо там на методы, на классы и так далее. Вот эту часть хочется как-то сохранить. Как ее сохранить, это тоже вопрос, потому что в плюсах пока этой концепции еще не существует, и, соответственно, возможно, их нужно генерировать как просто часть класса, как часть API. Но поскольку мы генерируем, поскольку все ключи в наших руках, мы можем вбросить и поле, и функцию, что угодно. Другое дело, правильно ли это? Вот это вопрос. Нет, так и сделано, так и сделано. Нет, нет, как раз вот если у меня здесь строка, то у меня… Просто строка, не в листе, а в этом… Просто строку string.se. Oh my god. String.se и вот она, то есть… Нет, я понимаю, в чем тут аргумент. Аргумент как раз вот я говорил про то, что да, в принципе, это reference type в .NET, у которого может быть значение now. А здесь мы как бы немножко подтасовали систему так, чтобы не тратить так много сил на все это в результате. Если где-то в шарпе проверка на now, то мы не можем это делать, потому что штука не now. Ну что делать? Я не хочу это делать, как shared PTR string. Это уже как-то… Я прошу, почему что, спокойно что-то в том, чтобы сделать, вот в каком случае что-то вообще-то… Почему вы решили не делать побольше на тебя сеть? Наверное, идиоматичные причины в основном. То есть вот я решил, что здесь у нас будет все не совсем так. Я могу впоследствии добавить возможность там чекбокс, делая мне строки как… Ну тут еще вопрос, что мы хотим. Хотим ли мы shared PTR или хотим ли мы действительно идиоматичную штуку вроде option of t, потому что, ну если мы хотим проверять наличие или отсутствие, тогда, я не знаю, может и не shared PTR, а что-то еще. Потому что все равно вот эта строка, мы ее будем выдавать by reference, и в принципе рассматривать ее как ссылку, вот как reference с точки зрения там .NET-ных референсов, это нормально. То есть если у него будет getter, у него будет getter, который будет возвращать reference. Поэтому да, можем сделать как shared PTR, я не знаю. Какой стандарт с тобой консервируете? Пока я бы сказал так, что никакой, потому что здесь ничего языкоспецифичного нет. Единственное, что вот если я буду использовать декоспект пропорти, то ответ поменяется на совсем никакой, потому что даже за пределы стандарта. Но пока все, видите, вот на такой версии, поэтому тут никаких нюансов нет. Пожалуйста, автоматически сгенерированный конструктор, я вас тут вижу, автоматически сгенерированного деструктора нет. Это глюкалипичный. Это недописанность транслятора. Нет, это на самом деле серьезная проблема. В управляемых языках у вас гарпочка электродеструкторов нет, а здесь такая. На самом деле, по идее, ведь в управляемых языках с одной стороны деструктор нет. Нет, в управляемых языках есть и деструкторы, которые недетерминированы. То есть мы не знаем, когда их вызовут. И помимо этого есть еще интерфейсы. Вот в .NET есть интерфейс iDisposable, который как раз детерминированный. То есть у нас есть специальная синтактическая конструкция языка под названием using. И все, что в этом using, когда оно выйдет за предел скопа этого using, вызывает некий метод dispose. И с этим, да, с этим будет, скорее всего, самый логичный способ — это просто транслировать это в деструктор. Это, естественно, не эквивалент. Потому что у нас, ну, во-первых, потому что у нас в плюсах у нас нет вот этого using. То есть в плюсах мы будем делать просто скобочки. Просто скобочки. Здесь создаем соответствующий объект, и тогда у нас плюс-минус… Там скоб от ПТР какой-нибудь можно придет. Скоб ПТР, да. Тут еще проблема, что как-то начинается на следовании, как деструкторы выводят. Да, да. Вот с этим я выступлю на следующей конференции, если меня позовут. Если вы хорошо, если вы проголосуете за этот доклад, если не проголосуете, вот у вас бывает. Какие языки еще пытаются просмирать? Пока только вот C-shark. Я объясню, почему C-shark, да. Я так и не сказал об этом. Вот очень много пертурбаций сейчас происходит в .NET мире из-за того, что Microsoft все за open-source, и Microsoft фактически за open-source компилятор. То есть он все недры компилятора вытащил как бы в паблик, и теперь мне для того, чтобы распарсить код и получить резерв и прочие фичи, нужно просто добавить один небольшой пакет. И вот задача вот эта, титанических масштабов с точки зрения анализа именно C-shark, она внезапно стала тривиальной, потому что API Microsoft, он нужно отдать должное, он очень хороший и очень легко позволяет именно ходить по вот этому дереву. То есть фактически нам выдается просто базовый класс visitor, и мы можем заоверайдить посещение всего, начиная от посещения namespace или класса и кончая посещением присваивания какого-нибудь значения. И за счет этого вот конкретно в Дотнете все это сделалось очень легко. С другой стороны, конечно, мы, поскольку делаем IDE для всех языков, то у нас, строго говоря, есть и свои AST для всего и вся. Я просто вот начал с этого, потому что время подходящее, скажем так. Получилось сконвертировать что-либо больше, чем к его уровню, например? Пока мы вот на этом этапе. То есть посмотрим. А вот такой вопрос. К управлению диппеком приводится здоровое-здоровое дерево объектов, типов и всего прочего. Во что это транспировать в случае? У нас нет ребятного дерева. Дерево объектов в каком смысле? Не очень понятно. Ну вот то, что вот Java там, для общих, да и все. А, наследование от объекта… Если говорить про базовый тип, то бишь про object, то я склонен его по большому счету выкинуть плюс-минус, потому что… Это, как я говорил насчет библиотек, которые не транслируются один в один, тут все индивидуально. Тут нужно смотреть буквально бит-бай-бит. Никакой магии здесь не сделать, к сожалению. Придется к C++ писать, условно говоря, такое же дерево наследовать? Не обязательно. Потому что, смотрите, у меня есть адрес, который наследует от object. Но, с другой стороны, я в коде не дергаю, например, никакие методы объекта. Я не дергаю toString, допустим. И, соответственно, мне иметь это же в C++ вообще особого смысла не имеет, пока я не зацеплюсь за что-то или не сделаю override какого-то из этих методов. Вот тогда уже можно начать думать. Но, опять же, надо смотреть, потому что, естественно, делать полноценную реализацию какого-нибудь там get hash кода для всех типов, допустим, если по-хорошему, то так надо делать. Я бы тут смотрел на соответствующее, что у нас есть в плане хеширования. Допустим, естественно, никакой эквивалентности уже не будет, потому что хеши все считают по-разному. Вот. Даша. Ну, давайте. Вот еще один. Я закончу. Просто если, по поводу стандарта, если вы транспировали в один стандарт, то визуализацию полей встроенных типов можно было бы просто делать переводными скобками в объявлении класса? Да. Улучшим это впоследствии. Ну, давайте там… Рандом? Можно? Да, давайте. Я не знаю. Рандом. Рандом. На мой взгляд, как я привяжу задачу, наверное, самая сложная проблема – это как раз с памятью. Особенно с шаром. Наверное, в будущем возникнет, особенно если будет очень довольно кислородный иерархий класс. И у меня такой вопрос. Я не особо хорошо знаю США, честно. Вот. Вопрос-предложение. Как хотите, интерпретируйте. Вот. Идея такая, что вот когда происходит… Когда, в общем-то, гордин коллектор считает, что может удалять объект? Вот. Если, допустим, рассмотреть такую ситуацию, когда в стейке конкретного потока указатель на данный объект пропадает, то есть, в принципе, не будет ни в одном стейке из потока, то, в принципе, этот объект можно удалять. Я вот как правильно обсуждал или нет? Ну, вы предлагаете функциональное тестирование фактически? То есть, вы предлагаете, чтобы мы все запускали и смотрели, что происходит с объектом? Вопрос такой. Как работает гордин коллектор, когда, в общем-то, у нас есть дерево, где есть ссылки на children, у children есть ссылки на parent и так далее, но root уже нигде не используется. Он полностью изолировал становится от программы. Нет, гордин коллектор все равно учитывает то, что какое-то дерево у него есть, и как-то он может задетектировать отсутствие ссылок. То есть, естественно, что он делает некий обход по тому, кто кого и как дергает. Если он видит, что да, что-то отвалилось и уже не актуально, то он это выпилит. Да, другое дело, что как мы можем амортизировать эти знания? То есть, share, pte — это как бы вот… Решение влог, когда, в общем-то, создается экземпляр класса, делать какую-то хэш-таблицу, где ключом является хэндл потока, и у каждого хэндла есть, в общем-то, какой-то список вот именно этих перемен. И если вдруг получается так, что какая-то перемена в этот список попадает, ее можно удалять. То есть, если вот эти перемены пропало из всех, из всех список… Ну да, это… Да, я на будке JetBrains, так что приходите, обсудим еще. Спасибо.